Олег Бойко В его основе синтез развития образного мышления и эмоционального переживания музыки в совместном стабилогом музыцировании. Итак, в пособии около 150 страниц и 80 несложных нотных примеров для соло и дуэта гитар, а также трио и квартетов в дополнительной части пособия. Все это записано на компакт-диск. Здесь более 100 дорожек в живом исполнении, в демо, то есть в полном варианте и в виде минуса, когда записан только аккомпанемент без мелодий в различных темпах. Как указано в содержании, пособие разделено на несколько частей. Это небольшой вступительный текст с описанием того, что находится в этом сборнике и как с этим работать. Далее следует непосредственно нотные примеры, которые продублированы в двух так называемых тетрадях. Тетрадь педагога, где пьесы написаны в полном виде, в виде партитур с указанием дорожек диска и соответствующих страниц в следующей тетради. Тетради ученика, в которую вынесен лишь необходимый для ученика нотный материал. Далее следует раздел пьес для концертного исполнения, разделенный на блоки, солу, дуэты, трио и квартеты. Это уже более сложное произведение для подготовленных учащихся. Затем подробное описание того, что записано на диске, номер дорожки, примера, темп и вид исполнения. И в самом конце сборника можно найти дополнительную информацию о том, где и что можно скачать, а также адрес для контакта по различным вопросам. Здесь же находится и сам компакт-диск с записью. Это все, что касается непосредственно самого сборника. А теперь пару слов о том, как можно работать с этим материалом. Возьмем любой пример. Вверху указана страница соответствующего примера в тетради ученика. Если ученик владеет нотной грамотой, то именно эта страница предназначена для него. Если же он пока не знает нот и их расположение на грифе гитары, то тогда используем прямо тот пример, в котором записаны обе партии, ученика и преподавателя, соответственно мелодия и аккомпанемент. Здесь же написан номер дорожки на компакт-диске. Один вариант это полная демонстрационная запись, а другой это запись только аккомпанемента, так называемый минус. Также возможны варианты записи, где это необходимо, в разных темпах. Запись минуса можно использовать при домашних занятиях, на завершающем этапе подготовки, либо же для публичных выступлений. Так или иначе, этот сборник и его содержимое направлено на начальное образование с максимальной отдачей. Подробнее об этом можно узнать во введении самого сборника. Это пособие существует и в цифровом виде, что представляет собой активный многостраничный PDF-файл с закладками по оглавлению для быстрого поиска. И со ссылкой для бесплатного скачивания архива аудиофайлов диска данного пособия. Все ссылки представлены в активном виде, и вы можете перейти по указанному адресу, лишь нажав на эту ссылку прямо в PDF-документе. Вся необходимая информация для контакта, либо скачивания, находится в описании к этому видео. Спасибо за просмотр! Успехов! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok